Новый вирус пока не отступает, но вместе с тем ежедневно увеличивается число тех, кто смог победить болезнь. Таких новоуренгойцев каждый день выписывают из инфекционных госпиталей, но им еще требуется время, чтобы восстановить силы и прийти в себя после тяжелых осложнений. Одним из таких переболевших стал настоятель храма в честь Богоявления Господня Иерей Василий Корда. Свою историю борьбы с коронавирусной инфекцией он рассказал Юлии Шарковой. Сегодня отец Василий впервые после долгого перерыва ведет утреннее богослужение в храме. Он отсутствовал больше месяца. Сначала ушел в отпуск, а спустя какое-то время почувствовал недомогание. Тогда протеерей не сразу понял, в чем причина. Не было кашля, не было вот этих вот симптомов, которые вот так или иначе мы приписываем коронавирусу. То есть я не терял обоняние в первое время. То есть просто была температура, было недомогание, ломота во всем теле. И можно было списать это на какую-то вот простуду действительно. Но после рентгена врачи сказали, что нужна госпитализация. Температура уже тогда была по 39. Новый тип коронавирусной инфекции еще до конца не изучен. И определить его наличие в организме пока не всегда удается безошибочно. Все три теста, которые сделали отцу Василию, были отрицательны. Однако члены его семьи все же заболели. Их тесты показали положительный результат. Супруга и дети перенесли заболевание в легкой форме. А вот мама священника Галина Корда, будучи в группе риска из-за возраста и сопутствующих заболеваний, тоже попала в больницу. Они лежали в одной палате. 14 дней интенсивной терапии с капельницами и уколами. Мы очень часто бывают очень пренебрежительны, как-то легко относимся к своему здоровью. И это бывает выходит нам боком. А если бы только нам, бывают часто люди, которые живут с нами. Так вот произошло и с моей мамой, которая была со мной в контакте. Девять дней она вот так вот боролась с болезнью. Но, к сожалению, она не смогла победить ее и вот скончалась утром. Тот трагичный для их семьи день отец Василий вспоминает с болью в душе, но с присущим для православного человека смирением на все воля Божья. Конечно, тяжело было. И тяжело было видеть, как человек страдает. Любой человек, тем более, когда твой родной человек страдает. Но воля Божья, наверное, мы все так. Мы все должны об этом помнить, что ничего без воли Божьей не случается. Все нам... Знаете, как это... Для нее это было утешение, что она не одна умерла в палате. Конечно, отец Василий благодарен врачам и всему медперсоналу за их труд. Люди, которые отдают себя, работая в две смены. Говорит, каждый, кто побывал в красной зоне, выходит благодарным. Даже те, кто сначала проявляли недовольство. Можно было бы, как все, страдать и обвинять всех вокруг, что принесли нетеплый обед или что. Не вовремя стали делать уколы или инъекции, когда я уже хочу отдохнуть. А тут понимаешь, что люди, которые рядом находятся, они тоже исполняют, может быть, даже долг свой по отношению к другим, да, то есть и долг любви. Потому что Господь говорит, что те люди, которые рискуют собой, а врачи и медсестры очень рискуют собой, и санитарки, когда идут вот за красную зону, они исполняют свой долг, и эта любовь, она выше всех. У отца Василия болезнью было поражено 20% легких. Сейчас он здоров, но говорит, что организм еще не восстановился полностью. Чувство слабости пока не покидает. Несмотря на все испытания, которые выпали на долю его семьи, он вернулся к работе, в храм, чтобы каждый день совершать богослужения и помогать прихожанам. Юлия Шаркова, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова